В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В микрорайоне Зеленые аллеи по просьбам жителей провели рейд по выявлению нарушителей парковки. Мы эту работу обязательно продолжим в других локациях. Воспитанница видновского клуба «Богатырь» 18-летняя Ксения Опекунова взяла золото на первенстве России по тяжелой атлетике. В отдельном упражнении «Толчок» мы подняли не те килограммы, которые я хотела бы, но все равно хорошо все было. Спорт в каждый двор дошел и до Расторгуева. Набрали много детей. Очень приятно, что детям интересно заниматься физкультурой. По просьбам местных жителей администрация Ленинского городского округа инициировала рейд ЖК «Зеленые аллеи» с привлечением сил госавтоинспекции. Задачей его стала эвакуация автомобилей, припаркованных под знаком «Остановка запрещена». Наша съемочная группа наблюдала за тем, как увозили легковой транспорт на штрафстоянку. Субботнее утро, но не совсем раннее. Автомобили под знаком «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой. Указания временного интервала здесь уже быть не должно. Но хозяева авто не торопятся убирать свой транспорт. О том, что это серьезное нарушение, им решили напомнить сотрудники ГИБДД. Работники эвакуаторов действуют быстро. Видно, что дело это для них привычное. Три минуты, и легковая машина погружена и увезена на штрафстоянку. Сегодня у нас проводится рейд госавтоинспекции совместно с администрацией Полинскому городскому округу. Направлены на эвакуацию автотранспорта, которые паркуются в неположенных местах. Убрали те автомобили, которые стоят в нарушении требований знаков. Соответственно, убрали те автомобили, которые стоят под нарушение требований знака 8.24. Которые мешали проезду автотранспорта и, соответственно, проезду общественного автотранспорта. Здесь ходит общественный автотранспорт и, к сожалению, не может развернуться. Кроме того, машины паркуют близко к пешеходным переходам, что создает опасность для людей, переходящих проезжую часть. Их просто не видно из-за стоящих автомобилей. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, делавший объезд муниципалитета в это утро, заглянул и в зеленые аллеи. Он отметил, что это не единственное место, где существует подобная проблема. Я могу таких точек еще, наверное, 5-6 в целом по округу назвать. И вот сегодня с 9 часов, что называется, без предупреждения, сотрудники ГИБДД в установленном законном порядке приступили к этой работе. Насколько вот сейчас прозвучало, уже порядка 15-20 транспортных средств уехало на штрафную стоянку. И я могу сказать, что это, может быть, не очень, знаете, как эмоционально приятная работа, но она необходима. Необходима в целом для того, чтобы обеспечить порядок на уверенной нам территории. Мы эту работу обязательно продолжим в других локациях. Конечно, существующую проблему парковок нельзя решать только так. Ежегодно благодаря администрации округа создаются сотни парковочных мест. Только в этом году появилось порядка 700 машиномест. Данная программа муниципалитетом рассчитана на три года. И с каждым годом мы увеличиваем количество машиноместа для жителей, именно бесплатных. Ну и плюс, конечно, это застройщики, которые за счет собственных средств строят плоскостные парковки, а не платные. Но цена на этих парковках фиксирована. По зеленым аллеям застройщик здесь предусмотрел альтернативу, построил плоскостную парковку. Она расположена недалеко от зеленых аллей. И вот там расположено порядка 500 машиномест. Но владельцы в целях экономии не торопятся оставлять на ней свой личный транспорт. Правда, насколько выгодна такая экономия, сказать сложно. В Подмосковье продолжается голосование за лучшего врача региона. Свой выбор на портале Добродел может сделать каждый житель Московской области. От Ленинского городского округа в конкурсе «Народный доктор» участвует более 500 специалистов. Одна из них – заведующая отделением медицинской профилактики районной поликлиники Лариса Цоловьева. О своем призвании помогать людям она рассказала нашему корреспонденту Юлии Погасьян. Свой путь в профессию врач Лариса Цоловьева начала около 40 лет назад. Сначала после окончания медицинского училища работала медсестрой, но всегда стремилась к большему. Поэтому чуть позже, получив диплом о высшем образовании, перешла на должность терапевта. Все это время в родном Ленинском округе Видновской районной клинической больницы. Терапия очень, на самом деле, интересная специальность, потому что она охватывает разные аспекты медицины, не узкопрофильные. Мне всегда нравятся более широкие аспекты, потому что можно оценить работу разных органов, соответственно, оказывать какое-то комплексное влияние на лечение. Сегодня Лариса Цоловьева в Видновской поликлинике занимает должность заведующей отделением медицинской профилактики. В своей работе она придерживается принципа человеческого отношения к пациентам. Каждому старается уделить максимум внимания и заботы. За это ее и любят жители города. Еще, как говорится, темно, она уже на работе. Темно, она еще на работе. То есть в любое время дня и ночи можно получить консультацию. Как лично в кабинете, так можно и экстренно позвонить ей. Чувствую защищенность, чувствую, что мне в любой момент могут помочь. В этом году, как и остальные врачи округа, Лариса Цоловьева участвует в московском областном конкурсе «Народный доктор», который проходит на портале «Добродел». Соревновательного момента в этом проекте наша героиня не видит, но считает инициативу полезной. Ведь таким образом у пациентов появляется возможность сказать любимому врачу спасибо. Врач – это один из ведущих лиц, которыми сталкивается пациент в течение жизни. Поэтому каждый пациент выбирает своего доктора, которому он лечится, которому доверяет и, соответственно, который помогает справиться со всеми текущими заболеваниями. Отдать свой голос за Ларису Цоловьеву может каждый житель округа. Сделать это несложно. Зайти на портал «Добродел», выбрать ленинский муниципалитет, найти в общем списке нашу героиню и нажать «Проголосовать». Конкурс завершится 1 декабря. По итогу двое кандидатов со всей области, набравшие наибольшее количество голосов, удостоятся званий «Народный детский» и «Взрослые доктора». Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно. В библиотеке поселка совхоза имени Ленина прошел открытый урок, который провел преподаватель кружка игры на гитаре «Струны души» Муниципального центра культуры. Кирилл Модестов не только учит детей играть, но и сам является концертирующим музыкантом и композитором. Посетить мероприятие мог любой желающий. На открытом уроке Кирилл Модестов сделал упор не на хитростях в исполнении тех или иных музыкальных приемов, а на истории появления и музыкальных возможностей классической гитары. Урок был адресован тем, кто хотел бы поближе познакомиться с инструментом. В 15-м веке это был один из самых популярных инструментов. Для него писало огромное количество композиторов. Собравшиеся могли по достоинству оценить все музыкальные возможности этого инструмента. Открытый урок стал и своеобразным приглашением на занятия. Дополнительный набор в кружок «Струны души» Муниципального центра культуры еще продолжается. На прошедшем с 1 по 10 ноября в грозном первенстве России по тяжелой атлетике спортсмены из Подмосковья завоевали сразу 14 медалей. Одну из них – золотую – привезла в родное видное наша землячка – 18-летняя Ксения Опекунова. В тяжелую атлетику Ксения Опекунова пришла еще со всем ребенком 12 лет назад. Тогда этим видом спорта всерьез увлеклась ее старшая сестра Юлиана, которая, кстати, и сейчас продолжает активно тренироваться. Пришли за ней, увидели, как это все проходит, и постепенно начали ходить на тренировки. Сначала мы были детьми, не понимали смысла, зачем вообще это делать. Но потом уже понравилось и ушли полностью в спорт. Ксения успела попробовать себя также в танцах и живописи, но в результате поняла – именно спорт ее главное увлечение и призвание. Участвовать в соревнованиях девушка начала с 13 лет. Сейчас – в 18. За ее плечами победы в более чем 30 чемпионатах и состязаниях. Ее тренер – руководитель клуба «Богатырь» и вице-президент Федерации Московской области по тяжелой атлетике. Алексей Корытько уверен – все дело в волевом характере девушки. Упорство, целестремленность, наверное, умение терпеть нагрузки. У нас в основном сейчас более такие детки, которые любят себя и нагрузки не очень переносят. Одна из последних побед Ксении – золотая медаль в первенстве России по тяжелой атлетике, которая проходила с 1 по 10 ноября в Грозном. Впрочем, девушка, утверждает, могла показать результаты и лучше. В отдельном упражнении толчок мы подняли не те килограммы, которые я хотела бы, но все равно хорошо все было. Мы ходили на 105, но это, наверное, из технической ошибки я не подняла. Но это по силам уже давно мне. Мы это поднимали неоднократно. И вы ждете, подняли? 101. Но этого хватило на первое место. Борьба была и в рывке, и в толчке у нас. То есть до последнего подхода была борьба. Мы на это как бы планировали, рассчитывали. Ну, удача в этот раз повернулась на нашей стороне. Мы выиграли. Поддерживать себя в хорошей физической форме Ксении помогает тренировке в зале. Пять дней в неделю. И заветная мечта. Хочется уже на международных стартах занять место, а не быть четвертой. Несколько раз была, и пока что не удается на пьедестал идти. Но в скором времени, надеюсь, буду. А пока Ксения готовится к новым соревнованиям. На всероссийском турнире «Серебряный гриф» и турнире Ленинского городского округа по тяжелой атлетике «Золотой Олимп» она намерена подтвердить свой статус победителя. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Вивнедова. В Витном при поддержке администрации Совета депутатов Ленинского городского округа реализуется программа «Спорт в каждый двор». Тренировки уже проходят на разных дворовых спортивных площадках. А теперь занятия начнутся и в Расторгуеве. Практически все мальчишки обожают футбол. А особенно интересно, когда не просто гоняешь мяч во дворе, а занимаешься под руководством профессионального тренера. Теперь такая возможность появилась у юных жителей Расторгуева. По инициативе Совета депутатов Ленинского городского округа реализуется программа, позволяющая подрастающему поколению постигать мастерство футбола и других видов спорта рядом с домом. Ребята не все могут где-то принимать участие в спортивных секциях, в кружках, но тем не менее должны понимать, что спорт – это образ жизни, норма жизни, неотъемлемая часть жизни. И это уже наша забота, наша обязанность создавать условия и привлекать внимание и работу специалистов. Как рассказала начальник территориального отдела Расторгуева Татьяна Полякова, ранее уже существовал муниципальный партийный проект «Дворовому спорту максимум комфорта». В его рамках было организовано много мероприятий, главная цель которых – занятия физкультурой, шаговой доступности. Сейчас у нас футбол будет, но потом в дальнейшем у нас на следующий год запланировано строительство нескольких спортивных площадок. В рамках комплексного благоустройства мы же тоже делаем детские игровые площадки. То есть мы будем как-то всю эту инфраструктуру, которую мы строим, а у нас по 25 дворовых территорий ежегодно благоустраивается, и на каждой дворовой территории формируется такой объект, максимально их все-таки задействовать. Все занятия на свежем воздухе будут проводить тренеры городского центра спорта. Собрали много детей, очень приятно, что детям интересно заниматься физкультурой. Никаких нет ограничений, как могут дети и с 4 лет приходить, так и с 17 лет. Поэтому мы примем всех, просто разделим на группы. Местные жители очень рады, что теперь у молодежи будет прекрасная возможность с пользой провести досуг. Помню, как на песте вот этой вот спортивной площадки была еще, ну, коробочка тогда называлась просто. Мы в детстве все занимались спортом, стремились к тому просто. Потом это рухнуло просто, как Советский Союз. Рассаргуй всегда славил спортом. А сейчас, чтобы дети просто, правда, не бегали, просто где-то что-то по углам. Ну, спорт, он отвлекает от дурных мыслей, прежде всего. У студента колледжа Егора Федорова за плечами спортивная школа. Но молодой человек не упускает любой возможности поиграть в футбол. Спортом все-таки нужно заниматься. Есть, конечно, вот люди, которые, ну, не занимаются, его бросают там. Занимаются два года и все, и бросают, потому что надоедает. А вот есть вот люди, которые именно занимаются уже, ну, профессионально. Очень рад таким тренировкам и десятиклассник Никита. Спорт – это что? Ну, мне это жизнь по факту. Я занимаюсь спортом, я занимаюсь танцами и 7 лет занимался футболом. А танцы с футболом, как они вот? Ну, не за здоровье у меня не получилось заниматься футболом, я бы ушел в танцы. Программа позволит детям профессионально научиться играть не только в футбол, но и в другие игры. С расписанием ближайших тренировок можно познакомиться в WhatsApp-чате проекта «Спорт в каждый двор». Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин